Нашумевшая история, связанная с домами строительной компании, облик достила кульминационной точки. Напомним, что данная строительная фирма осуществляла деятельность по долевому строительству жилых элитных домов на территории Бреста, Брестской области и Минска. В феврале 2011 года облик обанкротился и оставил незавершенными шесть многоквартирных жилых домов в областном центре. После чего в отношении бывшего генерального директора строительной фирмы Николая Климука было возбуждено уголовное дело. В минувший понедельник судебной коллегии по уголовным делам Брестского областного суда ему был вынесен приговор. Приговором судебной коллегии по уголовным делам Брестского областного суда от 12 мая 2014 года бывший руководитель строительной компании «Облик» Николай Климук признан виновным и осужден за злоупотребление служебными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. И по совокупности указанных преступлений он осужден к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет. Пока приговор Николая Климуку не вступил в законную силу, его можно обжаловать в Верховном суде. Воспользуются ли обвиняемые своим правом – неизвестно. Государственный обвинитель Геннадий Бурый считает, что наказание Климук понес заслуженное. Я полагаю, что определенное судебной коллегией наказание Климуку является законным и справедливым. Тем не менее, я, конечно, понимаю, что многим дольщикам от этого не легче, поскольку для завершения строительства своих объектов им пришлось нести значительные дополнительные затраты. Благодаря, в кавычках, финансовым махинациям гендиректора облика у разбитого корыта остались порядка 400 дольщиков. Им причинен ущерб на сумму более 60 миллиардов рублей. Что касается брошенных на произвол судьбы домов, достраивать объекты было поручено строительному тресту номер 8. Сегодня все дома сданы в эксплуатацию. Продолжение следует...